мир вам дорогие друзья сегодня у нас очередной урок библейского греческого языка сегодня мы с вами поговорим о предлогах я думаю нет смысла останавливаться на объяснении что такое предлог в русском языке поэтому поговорим немного о предлогах греческом языке греческом языке предлоги выполняют ту же функцию и употребляются также как и в русском языке важно помнить что значение предлога греческом языке зависит от падежа объекта предлога например предлог где с родительным падежом означает через освинительным из-за объект предлога почти всегда стоит непосредственно после предлога некоторые предлоги употребляются только с одним падежом поэтому у них есть только один набор значений на предмой например предлог n всегда употребляется сдательным падежом его основное значение в другие предлоги могут употребляться с двумя а некоторые даже с тремя падежами объект предлога никогда не стоит в именительном падеже за исключением очень редких случаев ну в общем-то предлоги греческом языке выполняют те же функции и употребляются также как и в русском языке поэтому я думаю что с ними проблем не будет только важно помнить что значение предлога греческом языке зависит от падежа объекта предлога несклоняемость форма предлога не изменяется в зависимости от его употребления он несклоняемый пара всегда будет пара с объектом родительном дательном или винительном падеже единственный случай когда предлог изменяет свою форму никак не связан со склонением когда предлог оканчивается на гласную и следующее слово начинается с гласной последние гласная предлога выпадает и выпадение отмечается апострофом это явление называется элизией мета аутон но так как мета заканчивается на а аутон значит начинается на а на альфу поэтому одна альфа пропадает предлоги и вместо альфы пишется апостроф запятая наверху мет аутон когда предлог оканчивается на гласную и следующее слово начинается с гласной и густого придыхания согласно перед гласной в предлоге часто тоже изменяется это изменение необходимо для более легкого произнесения сочетания звуков мета хемон мы видим что слова хемон начинается с густого придыхания и с гласной одновременно поэтому мы видим как согласная буква перед последний гласной слове мета меняется но а на этом сегодня наш урок заканчивается я желаю вам дисциплины в изучении библейского греческого языка